Государственный телеканал «Казахстан» в фильме о январских событиях рассказывает о погибших в Алматы Куати Беткинбаеве и Гульзефеку Султановой. На странице в Фейсбуке канал написал, что пожилая чета погибла от рук боевиков. Дети пенсионеров говорят, что власти не сообщали им, кто именно стрелял. Позже телеканал удалил пост. Пресс-секретарь канала говорит, что при публикации была допущена ошибка. Свидетели трагического инцидента успели снять на видео обстрел автомобиля. Голос за кадром говорит, что огонь открыли военные. На этих кадрах можно увидеть бегущих за машиной людей в форме. В связи с гибелью супружеской пары возбуждено уголовное дело. Никто не задержан в качестве подозреваемого. Публикация о пенсионерах – не единственный пост в соцсетях телеканала «Казахстан» о январских событиях, которые редакция успела удалить. Кыргызского музыканта Викрама Розахунова, как участника беспорядков в Алматы, тоже показал телеканал «Казахстан». Появление кыргызстанца в эфире многие в Казахстане расценили как попытку подтвердить версию властей о вмешательстве в январские события зарубежных сил. Но когда в задержанном избитом мужчине узнали джазмены из соседней страны, канал стер записи. Руководство не принесло каких-либо извинений за дезинформацию. Во время записи этого интервью, если там какие-то вопросы были не по сценарию, я просто смотрел на этого человека, который ходил за кадром, и он давал ответы. И я это пересказывал на камеру. Канал отверг эти заявления Розахунова, заявив, что молодого человека снимали не журналисты, а другие люди. Розахунов сейчас в Кыргызстане. Он рассказал о пытках под стражей в Алматы и сообщил, что намерен добиваться справедливости в этом деле.